Приветствую вас. Из ответов, которые вам дали мои коллеги, мне больше всего импонирует ответ Игоря. Дело в том, что, который вам ответил со вторым по счету, как бы его ответ такой наиболее вот запрягивает суть, то есть он как бы скрывает противоречия определенные. Насчет треугольника Карпмана я не буду утверждать пока однозначно, потому что все-таки с вами мы не общались и может быть у вас немного другие элементы субъективной стороны наблюдаются. Но то, что есть противоречия, это совершенно точно. И основное противоречие заключается в том, что, с одной стороны, вы говорите, что люди, по вашему мнению, дабы сегодня впадать в любовную зависимость, должны каждый сам по себе быть счастливыми и этим счастливым делиться друг с другом. Правильная позиция? Вы молодец. Если ее придерживаетесь. Но проблема заключается в том, что из вашего поста как-то так очень получается, что вот эта правильная точка зрения у вас, она не ваша. Мы как бы взяли эту точку зрения у кого-то где-то и просто-напросто сделали ее своей. То есть вот это вот у вас такой вот идеал отношений, да, идеал отношений, как то, что бы вы хотели. Это здорово, это правильно, это верно, но по большому счету больше вам это ничего не дает, потому что вы не осуществляете на практике подобные вещи, к сожалению. Именно, к сожалению, вы этого не делаете и из-за этого возникает опять же у вас проблема. Давайте мы с вами подумаем. Вы говорите, что девушка должна быть счастливой, по вашему мнению, для того, чтобы дарить счастье вам. Ну и, в общем-то, просто в отношениях находиться, и в общем и целом, позиция это довольно верная. Но, есть некоторые тонкости, а именно, вы девушку свою встретили, вот вы говорите, что вы вместе с ней полгода. Все это время у нее происходят какие-то негативные события в жизни. То есть вы встретили девушку уже, когда у нее что-то происходило. И, с одной стороны, вы вроде как девочку приняли, такой вот, как бы, постоянно преодолевающей проблемы, да, вы девочку вроде бы приняли. С другой стороны, вы же сами, как бы, ее мотивируете на то, чтобы не преодолевать проблемы в полном объеме, потому что у нее есть вы теперь. И, как бы, это вот такой вот дуализм получается, получается такое вот взаимодополнение двух факторов. И вам нужно определить, в какую сторону из этих факторов вам двигаться. Казалось бы, ответ набраживается сам собой. Вы его говорите сами, мол, я готов, значит, взять за девочку ответственность полностью и все делать. Но для меня важно, чтобы человек сам умел решать свои проблемы. И здесь, опять же, не все так, значит, знаете, в принципе, в принципе, в принципе, вы правы, в принципе, человек действительно должен уметь решать свои проблемы, но мы говорим с вами о женщине, и мы говорим с вами о женщине в контексте мужчины, то есть вас. И это означает, что вам нельзя судить о девочке, исходя из своих представлений. Потому что получается, что вы относитесь к девочке так, как к мужчине, а девочка не может быть мужчиной. То есть, что это значит? Это значит, что если вы хотите взять за нее ответственность полностью, возьмите. Но, смотрите, не на то, получается у нее что-то там или не получается, решает она свои проблемы или нет, а на то, что она делает. Вот, например, говорите ей, что вот так и так. Вот, вот я подумал, а что если, там, ты приедешь ко мне, и я, как бы, ответственно за себя возьму, все проблемы твои решу, например. Ну, просто вот, скажите ей подобную вещь, просто скажите, посмотрите на ее реакцию, как она проагирует на это, находит ли она, не находит, с подышевлением ли вас примет или нет. Это первый вариант для вас. Второй вариант. Можно действовать еще хитрее, например, и сказать девочке, мол, давай, ты приедешь ко мне, будем жить с тобой в мире всех, и я помогу тебе справиться с твоими проблемами. Я говорю, помогу, тебе будет легче и проще. А далее вы смотрите на то, как девочка себя позиционирует. То есть, делает ли она что-то для того, чтобы изменить свою жизнь, делает ли она что-то, или она целиком и полностью на вас это все перебрасывает. А далее вы смотрите по своим ощущениям. Если вас устраивает такая позиция, девочка, почему бы и нет? Если вы любите ее, почему бы и не принять ее позицию такую? Ну да, это может быть не очень правильно, но да, вы в целом правы, но если вы любите ее, то почему не принять? Еще раз повторю, что нельзя на человека распространять те ваши взгляды, которые справедливы, может быть, для вас. Это не является правильным. Значит, вот то, что я думаю, вам нужно для себя понять. То есть, определиться со своими приоритетами. Если вы мужчина, если вы можете взять за девушку ответственность и тем самым помочь ей, то я не вижу основания этого не делать. Но, опять же, весь вопрос в том, что как вы это преподнесете, то есть, в зависимости от того, что как вы считаете, какие отношения вы хотите. Я могу понять, что вам, может быть, совершенно не улыбается девушка, грубо говоря, помогать постоянно, да, и, в общем-то, на нее решат ее проблемы. Может быть, вы даже считаете, что она должна работать и так далее, и так далее. Это ваше право, это ваш выбор. Но исходить нужно из того, как вы относитесь именно к девочке, как вы и именно, что вы с ней чувствуете. Если любите ее, это принять ее такой, какая она есть любая. Если это именно поиск партнера, то это уже немножко другое. И вы можете сами решить все ее проблемы и как бы устроить ее на работу, то есть, помочь ей. Но все это важно, с той точки зрения, какое значение вы во все это вкладываете. Это вот тоже очень важный момент. Далее. Вы говорите, как ей помочь найти себя. Опять же, опять же. Черная полоса, как вы говорите, не является таковой на самом деле. То есть, вот как такова, это не черная полоса. Как таковое, это просто неверная организация своей деятельности, плюс определенные страхи и проекция. То есть, девочка проекцирует определенные переживания на себя. То есть, вот у нее когда-то были определенные проблемы, у нее когда-то были определенные трудности, и теперь они эти трудности у нее закрепились. И из-за этого у нее не получается теперь сделать то, что она хочет. Соответственно, отсюда все ее трудности. И в этом плане можно говорить о наличии такого, знаете, линейного комплекса. То есть, когда человек обязательно за определенным действием ожидает определенный результат. И этот результат всегда оказывается негативный на человек. Ожидая этого результата, подсознательно делает так, чтобы этот результат появился. Происходит это именно из-за работы пацана. То есть, предсознательно человек боится, и предсознательно он делает именно то, что приводит к тому, чего он боится. И здесь, я полагаю, вам нужно, девушке, вот дайте, как бы, свой первый, ну, я, конечно, понимаю, что не первый, но вот то, с чего вы можете начать сейчас, как мужчина, это сказать девушке, что вот я, например, там, тебе оплачу психологу, то есть, я считаю, что дело на своей работе, а в том, как ты к себе относишься. И это будет правильно, это будет справедливо, а вам, как человеку, который довольно грамотную позицию по отношениям имеет, Я полагаю, будет не, ну, не странно будет сказать и такие слова девушке. Поэтому вы можете предложить ей, значит, оплодить работу с психологом, хотя бы вот на нашем ресурсе. Вы просто, 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 помогите ей зарегистрироваться, например, и, допустим, оплатите ей платный вопрос. Она его выдала, послушала мне экспертов, вот, и у себя потом, либо, что-то для себя приняла, что-то для себя поняла, либо выбрала бы эксперта на нашем ресурсе и поработала бы с ним. Это точно нужно делать, то есть, вы, девочки, поможете найти себя, не можете, а то и не приходит. То, что вы можете сделать, это понять, чего девушка хочет, и постараться дать ей это. То есть, постараться, вот, помочь ей добиться желаемого. Это вот, на мой взгляд, ну, куда более верная повиция, куда более верная точка зрения. И это то, что реально важно вам пассивно. Без перехода в те плоскости, в ту сферу, где вам, в общем-то, некомфортно будет. Вы, девочки, не навредили. И не испортили отношения. То есть, я с целью вам хочу сказать, если вы желаете ей помогать, девочке, то вы помогаете. В этом нет ничего плохого. Но, делайте это так, чтобы не было ущерба вам. Если вы помогаете девушке в ущерб себе, то есть, жертвуете собой. Это и есть то, о чем говорил мой коллега Игорь. И, в таком случае, это право. В помощи нет ничего должного, только в том случае, если вы делаете это в разумных пределах и не в ущерб себе. Вот, пожалуйста, пожалуйста, об этом постарайтесь не забывать. Это очень важно. И если решить помогать, то подумайте, что вы готовы для нее сделать так, чтобы при этом не чувствовать себя, ну, скажем, обделенным, не чувствовать себя, скажем, неудовлетворенным и прочее-прочее. Это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Судараю вам всего самого доброго и удачи.